Геморрой Сегодня наша тема – геморрой. Мы обсудим причины возникновения, а также способы профилактики данного заболевания. Геморрой – очень достаточно часто встречающаяся проблема среди взрослого населения на Земле. Считается, что примерно 38% женщин и 37% мужчин страдают данной проблемой. Что может приводить к этому заболеванию? Гиподинамия, адинамия, сидячая работа, малоактивный образ жизни, запоры, острая пища, злоупотребление алкоголем – все являются провокаторами возникновения данной проблемы. Считалось одно время, что это очень изученное и достоверно известно об этом заболевании было все. Врачи считали, что это варикозное расширение вен подслизистого слоя прямой кишки. Были способы лечения, консервативные, оперативные. И считалось, что все было бы хорошо, если бы у врачей не возникали вопросы. Почему возникают часто рецидивы на одном и том же месте? Почему при возникновении кровотечения кровь имеет алый цвет, что говорит об артериальности данной проблемы, казалось бы, из варикозно расширенных вен? Эти вопросы не давали ученым покоя, шли исследования, изучение данной темы, данного направления. И изучив анализ, проведя анализ исследований всех многочисленных заключений, пришли к выводу, что в данной области располагаются кавернозные тельца. Сейчас очень условно и схематично я попробую нарисовать область возникновения данной проблемы. Так, у нас есть маленькая белая линия, есть зубчатая линия, маленькая крипты, а так думаете, там не видно? Вот, и есть мышцы. Так вот, на границе внутренней и наружной мышц располагается вот эта вот белая линия. Итак, где-то примерно на, ну вот если взять вот, да, анус, где-то примерно на 3 часа, 7 часов и 11 часов располагаются кавернозные тела. По сути, представляющие собой, они очень похожи на губку, которая вот для мытья посуды, губочка, поролоновая губочка, с большим количеством пор разного диаметра. Она имеет форму гроздевидную или конусовидную, основанием располагающиеся ближе к выходу. Ну вот, если вот так вот можно условно нарисовать, я одну из них возьму, больше брать не буду, чтобы было понятно. Как и положено, она имеет свой питательный сосуд, свой приносящий сосуд и выносящий сосуд. Основная с кавернозными телами, это не эксклюзивная, так скажем, единица или ткань в человеческом теле, они встречаются в других органах. Все просто зависит от функции, которую это кавернозное тело выполняет. Когда имеются приносящие и выносящие сосуды, особенности наполнения данных в области прямой кишки сводится к тому, что приток крови, заполнение кавернозного телца происходит не из-за усиления притока крови или объема крови, а за счет сокращения выносящего сосуда и переполнения его. Таким образом получается, что при тяжелой физической работе, при, не будем брать беременность, это отдельная патология, отдельное направление, при тяжелой физической работе, при плохом тонусе мышц тазового дна, при частых запорах, натуживании, сидячей работе происходит переполнение этих кавернозных телец. И, как и положено, если воздушный шарик переполняется в каком-то одном мире, пообразуется его выпячивание, так и здесь образуется эктазия, выпячивание. И если это выпячивание происходит ниже белой линии, то формируется наружный геморрой. Если выше белой линии, образуется внутренний геморрой. Таким образом располагаясь на 3, 7 и 11 часов, вот эти кавернозные тела выполняют запирательную функцию. Они герметично закрывают просвет толстой кишки, в зависимости, защищая нас от различных ситуаций, которые могут возникать. И если эта система все время переполнена, начинают образовываться выпячивания наружной и внутренней геморрои. Заполняясь артериальной кровью, пропитываясь через стеночки, она вызывает эффект алой крови во время актодификации или после актодификации, что отвечает на наши вопросы, почему при варикозном расширении, казалось бы, артериальное кровотечение. Следует поговорить о клинических, ну не всякое выпячивание является заболеванием, нужно иметь жалобы и клиническую картину. Если выпячивание небольшое, тугоэластичное, возникает во время актодификации или после, то это как бы первая степень тяжести данного заболевания. При второй степени тяжести возникает боль при ходьбе или в положении сидя. Гиперемия, покраснение перианальной области, зуд. При третьей степени тяжести значительное покраснение, значительный отек и значительный отек области перианальной, зуд. Значительная боль, которая даже уже не то что при сидении или при ходьбе, а уже беспокоит человека в покое. Но метод и способ лечения должен выбирать врач. Но хочу оговорить вот какой нюанс. При назначении консервативного способа лечения чаще всего или почти всегда назначаются ректальные свечи. Хотелось бы оговорить нюанс введения этих свечей. При снятии упаковки ректальная свеча вводится в анальное отверстие. И не нужно вводить свечу до провала, до ощущения провала. Она попадет в ампулу прямой кишки и не будет не оказывать никакого воздействия на гемородерные узлы. Нужно ввести ее таким образом, чтобы по ощущениям при натуживании свеча как бы немного пыталась выйти, пыталась выскочить. Тогда это будет правильное введение свечи и окажет свое лечебное воздействие. Почему еще обязательно нужно обратиться к доктору, проктологу, пройти обследование и правильно поставить диагноз? Потому что геморроидальное ректальное кровотечение, особенно вне актодификации, является очень грозным осложнением достаточно тяжелых заболеваний, таких как рак прямой ободочной кишки. Большинство полипов сопровождаются тем или иным видом кровотечения, различные опухоли. Когда единственным симптомом этой патологии является именно ректальное незначительное кровотечение. А сейчас поговорим о профилактике. Зная о причинах возникновения данной патологии, профилактика геморроя является достаточно реальным понятием. В принципе, выполняя непростые, несложные действия, упражнения, манипуляции, можно добиться того, что геморрой, возникнув однажды, может потом больше никогда не повторяться и не возникать. Итак, питание, необходимо нормализовать его таким образом, чтобы добиться, чтобы не было запоров, профилактика запоров. Высокоуглеродная пища, содержащая малое количество клетчатки, приводит к тому, что возникает запор, возникает необходимость натуживания во время актодификации. Нормализовать свою диету, нормализовать правильное питание, исключить злоупотребление алкоголем, исключить острую пищу. А также, особенно у людей сидячего образа жизни, необходимо выполнять физические упражнения по повышению тонуса мышц тазового дна, улучшению кровоснабжения и ликвидации застоев в органах малого таза. Итак, профилактика геморроя – это достаточно реальное понятие. Можно добиться того, что геморрой не возникнет никогда и не будет вас беспокоить. Зная причины возникновения геморроя, исследуя простым правилам – нормализация питания, незлоупотребление алкоголем, острой пищей, выполнение физических упражнений, поддерживающих тонус заднепроходного канала, регулярные прогулки, занятия спортом, достаточное употребление количества клетчатки и воды. А сейчас наш инструктор ЛФК покажет вам комплекс упражнений по профилактике геморроя. Первое упражнение для укрепления мышц таза. Начальное положение на четвереньках. Работаем диагонально. Правая рука, левая нога. На выдохе одновременный подъем. Раз. В исходное положение вернули два. Поменяли диагональ. Левая рука, правая нога. Продолжаем. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Закончили. Следующее упражнение. Простейшее упражнение. Растягиваем позвоночник и одновременно укрепляем тазовое дно. Округляем спину к потолку, выдыхаем подбородок, подтягиваем грудной клетки, ягодички втягиваем. Раз. Высходное. Выдох. Два. На три. Делаем прогиб спины, округляем спинку, округляем, втягиваем спинку, глаза устремляются в потолок. В исходное. Вдох. Раз. Выдох. В исходное. Вдох. Три. Выдох. В исходное. Вдох. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре, раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Начинаем работу с правой ноги. Нога согнутая, не разгибается. На выдохе поднимаем и максимально заводим к спине стопу. Раз, на выдохе, в исходное, два. Вторую ногу, три, четыре. При этом ягодица максимально напрягается, живот втягивается. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Меняем положение тела. Ложимся на спину. Следующее упражнение направлено на то, чтобы разблокировать ягодичные мышцы. Начинаем с правой ноги, обхватываем ее под коленом. И максимально натягиваем по диагонали к противоположному плечу. На выдохе натянули. В исходное расслабили. И вторая нога, то же самое. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Обе ноги согнуты. Стопы, колени вместе. На выдохе совершаем максимальный наклон ног в правую сторону. Раз, плечи при этом не отрываются. В исходное вдох, два. Левая сторона, три. В исходное, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Ноги также согнуты. Исходное положение. Ноги согнуты. Слегка развели в сторону. На выдохе делаем аккуратный подъем таза. При этом живот втянут. И ягодички втянуты максимально. Выдох. В исходное вдох. Расслабление. Выдох. Втянули ягодички, живот. Вдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили это упражнение. Следующее упражнение также направлено на растяжение, одновременно укрепление ягодичных мышц. Правую стопу закидываем на левое колено. Правое колено максимально отводим от себя. На выдохе втягиваем ягодицы и живот. И одновременно поднимаем таз. Раз. В исходное положение. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Закончили. Поменяли ноги местами. Левая стопа на правое колено. Левое колено максимально отвели от себя. Продолжаем данное упражнение. На выдохе втягиваем ягодицы и живот. Делаем подъем таза. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Два. Три. Четыре. На этом наш комплекс упражнений закончен. Будьте здоровы! Одним из эффективных методов аппаратной профилактики геморроя является авантрон. Аппарат способствует повышению тонуса мышц тазового дна. Берегите себя и будьте здоровы! Рёд может быть здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова